Приветствую всех! С вами Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии восьмого тура супертурнира Кубок Синкфиода, который проходит с 1 по 13 сентября в Соединенных Штатах Америки в городе Сент-Луис. Принимает в нем участие 10 шахматистов, которых вы сейчас видите на ваших экранах. Сегодня были сыграны партии предпоследнего восьмого тура и давайте посмотрим, как же они закончились. Внимание на экран. В восьмом туре играет Линьер Домингес против Шахрияра Мамедьярова, Алира Зафи Руджа против Уэсли Со, Ханс Мок Ниман против Фабиана Круаны и Ливона Ранян против Яна Непомнящего. Белыми играл Линьер Домингес, черными играл Шахрияра Мамедьяров. В партии у нас была разыграна испанская партия, открытый вариант. Азербайджанский гроссмейстер очень часто применяет этот вариант за черных и хорошо здесь все знает, но знать нужно здесь очень много, поскольку теория в открытом варианте испанской партии, а поверьте, я знаю о чем говорю, потому что в свое время я как-то делал видео по дебюту испанской партии, так вот как раз таки в варианте испанской партии, где открытый вариант, там теория до 30-го хода длится. После слон С2 Д4 играют черные, освобождая своего слона, после конь Б3 Д3 вонзают пешку на поле Д3, которая после хода слон Б1 является как силой, поскольку ограничивает силы белых, так и слабостью, поскольку все-таки она мало кем защищена. После конь Б3 АБ, слон Ф5 Б4, рокировка Х3, ферзь Д7, ладья Е1, ладья Д8, ладья Е3, белые начинают атаковать эту пешку, Х5, слон А2, слон Е6, слон Б1. После слона Ф5 слон А2 Шехрияр Мамедьяров показывает, что на ничью в принципе он согласен ходом слон Е6 и думал, что Линьер Домингес сыграет слон Б1 и партия закончится в ничью. Но Линьер Домингес показывает характер, он играет слон Д2, на ничью не согласен, Г6, слон Б1, слон Ф5, слон А2, слон Е6. Поняв то, что Шехрияр Мамедьяров от него не отстанет, от размена слонов, Линьер Домингес все-таки меняется. После слон Е6, ферзь Е6, конь Е1, пешка на поле Д3, очень слабая, А5 играет Шехрияр Мамедьяров и делает ставку на контратаку на ферзьевом фланге. После конь бьет Д3, АБ, ладья бьет А8, ладья бьет А8, ЦБ, ладья Д8, ферзь Ф1, конь Д4. У черных, как мы видим, сейчас не хватает пешки, но их фигуры хорошо развиты. Слон С3, ферзь Ф5, конь Е1, С6, ферзь Д3, ферзь Д7, ферзь Е4, конь Е6. После ладья Д3, ферзь С8, ладья Д8, слон Д8. Получается окончание с легкими фигурами и ферзями. Окончание примерно равное, после конь Д3, слон Е7, король Ф1, ферзь Д7, король Е2, король Ф8, слон Д2, конь Д4, шах. Черные стоят пока, но и белые тоже не принимают никаких решительных действий. Король Ф1, король Е8, слон Е3, конь Е6, король Е2, король Ф8 и слон С5. Играет Ленинер Домингес, разменивая чернопольных слонов. После слон бьет С5, конь бьет С5, конь бьет С5, БЦ, белые выправили структуру и получается окончание ферзевое, которое также равное. Ферзь Е6, Б4, ферзь А2, шах, король Ф3, ферзь А3, король Ф4, ферзь С1, шах, король Ж3, ферзь С3, король Х2, ферзь Д2, играют черные, нападая на пешку, на поле Ф2. Король Ж3, ферзь С3, Ф3, и вот в этой позиции шахлияр Мамедьяров, продумав 3 с лишним минуты, делает проигрывающий ход король Ж7. Вот практически в равной позиции надо было шахлияру сыграть король Е7, чтобы не допустить прорыва Е6 со стороны белых. И теперь, если забирают на С6 белые, то мы забираем пешку на поле Е5 с шахом, ну и вечный шаг здесь в любом случае черные объявят. Итак, после хода Ф3, король Ж7 начались приключения. Линьер Домингес играет Х4, ферзь Д2 играет шахлияр Мамедьяров, и вот здесь Линьер Домингес проходит мимо прямого выигрывающего продолжения, играя ферзь Ф4, в то время как ход Е6 приводил к победе. Сейчас, как мы видим, шахов пока у черных нет, а после ФЕ выигрывает шах на поле Е5. И теперь проблема черных в том, что они не могут отступить королем на вертикаль Ф. Если уходит на поле Ж8, то теряется пешка на поле Е6 с шахом. Если король Ф7, то тогда ферзь Ф4 шах, и выясняется, что пешечное окончание для белых выиграно. Вынужденный размен, ферзь Ф4, король Ф4, король Ф6, Ж4, и пешечное окончание получается выигранным у белых. Несмотря на равное количество материала, всему виной активное расположение белого короля. После Е5 шах, король Е4, король Е6, Ж5. Так или иначе, но черные попадают в цукцванг, теряют пешку и проигрывают партию. Если же не играть, значит, после короля Е4, король Е6, а поменяться, то тогда решает просто, так, прошу прощения, решает просто образование отдаленной проходной, отвлечение короля на проходную пешку, и затем белые забирают полностью весь ферзевый фланг у черных. После ферзь Е5, король Х7 надо играть, но тогда шах на С7, король Ж8, и забираем на С6. И после ферзь Е1, король Ф4, вот здесь, конечно, я думаю, что Шахрияр просто не смог никоим образом оценить, так же, как и Лениер Домингес, последствия этого эншпиля. А этот эншпиль был, на самом деле, выигран за белых. Белые бросают все пешки на произвол судьбы. Если ферзь бьет А4 шах, то король идет на поле Е5, а после ферзь бьет Б4 шах, король идет на поле Ж5. Ферзь Д2, Ф4, теперь после ферзь Д8, король бьет Ж6, ферзь Д3, король Ф6, ферзь Ф5, король Е7, вот так вот король ужом выскальзывает, ферзь Ф7, король Д8, ферзь Ф6, король С8. Теперь получается так, что у черных шахи заканчиваются практически, иначе король просто спрячется. Надо двигать свою проходную, но после Б4, ферзь Е8 шах, ферзь Ф8, ферзь бьет Ф8, король бьет Ф8, и король Д7. Получается очень интересная позиция, поскольку и черные превращаются в ферзя, но и белые превращаются в ферзя, и выясняется, что это окончание после единственного и правильного точного хода ферзь С5 абсолютно выиграно за белых. Ну действительно, вот здесь без компьютера разобраться во всех этих перипетиях ферзьевых эншпилей очень тяжело, и не мудрено, что Шахрияр Мамедьяров сделал после хода ферзь Д2, вот этот проигрывающий ход, а Линьер Домингос не нашел ход Е6. Сыграл ферзь Ф4. Теперь после ферзь Е1 шах, король Х2, король Ж8, ферзь Д4, король Х7, ферзь Ф4, король Ж8, ферзь Ф6. Черные стоят, ну и вот в этой позиции Шахрияр Мамедьяров снова не находит спасения. Он забирает пешку на поле Б4, после чего партия уже становится у черных проигранной. Все опять же из-за того же прорыва Е6, который теперь уже Линьер Домингос сделал. А надо было сыграть ферзь С3, чтобы не допустить хода Е6, то есть пешка теперь связана. Взятие на С6, мы просто забираем пешку на поле Е5 с Шахом, опять получается ничья. Если играем король Ж3, то забираем на Б4 и на взятие на С6 уже ферзь Е1 шах с вечным Шахом. Ну а после ферзь С3 самое точное сыграть король Х3 за белых, но здесь тогда черные тоже играют очень точно. Играют ферзь А1, снова контролируя прорыв ходом Е6 и угрожают снова вечным Шахом на поле Х1. Итак, ферзь Ф6, ферзь Б4, приключения начались. Е6, Линьер Домингос прорывается, ФЕ ферзь Ж6, король Ф8, ферзь Ф6, шах, король Ж8, ферзь Б6, король Ж7, ферзь Е5, следует целая куча шахов, король Ж7, ферзь Е7, король Ж8, ферзь Е8, повторяет Линьер Домингос позицию, чтобы наварить время. Король g7, ферзь e5, король f8, ферзь f6 После король g8, ферзь g5, король f8 Вот здесь Лениер Домингес ошибается В уже выигранной позиции Здесь он забирает пешку на поле h5 И позволяет черным, надо сказать, довольно красиво спастись Ферзь бьет h5, поторопился Лениер Домингес Надо было сначала выписать шах Теперь, если уходим на e8, то можно с шахом забрать пешку А на король g7, вот теперь уже можно забирать пешку на поле h5 Поскольку после ферзь f4 g3 Ферзь d2, король h3 b4, ферзь e5 шах Король f8, ферзь f6 шах Король g8, ферзь бьет c6 Здесь позиция получается уже абсолютно выигранная у белых Поскольку они выиграли темп То есть король находится на поле g8 Ну и в анализе выясняется, что это решающий выигрыш темпа У белых во всех вариантах здесь уже выиграно Поскольку три лишних пешки Ну и просто выигранная позиция Но опять же, вот это все такие тонкости, которые невозможно понять человеку А компьютер их щелкает как орешки Король f8, ферзь бьет h5 Ошибка Ферзь f4 шах, g3 Ферзь d2, король h3 И вот в этой позиции шахер Мамедьяров не находит спасительное продолжение Он играет b4 Просто демонстрируя белым свой козырь То есть единственная оставшаяся в живых пешка какая-то Идет ферзи Но это ошибка Ферзь e3 на самом деле позволяла продолжать черным бороться И выясняется, что выиграть эту позицию чрезвычайно белым тяжело Везде получаются какие-то вечные шахи После ферзь e3 ферзь расположен очень хорошо Ну и после ферзь f5 шах Король e7 Вот он, ключевой момент И теперь белые даже не могут меняться на поле e4 Казалось бы, переходя в пешечное окончание, которое для них выгодно Но всему виной пешка b, которая не в квадрате Король у белых не в квадрате этой пешки И черные даже побеждают, поскольку король не в состоянии будет ее задержать А после хода король e7 постепенно шахи здесь заканчиваются Максимум, что могут сделать белые Это объявить вечный шах Поскольку пешку b, проходную, нельзя недооценивать Ни в коем случае, поскольку я уже не раз говорил Что в эншпиле самое главное Это именно, ну в ферзи в эншпиле Это как раз таки качество пешек Даже не важно их количество Здесь мы видим, что у черных не хватает двух пешек Но они хотят выиграть партию ходом ферзь e6 Просто заставить белых разменять ферзей форсированно И пешку b никто уже не сумеет задержать После король e7 позиция равная Итак, король h3 b4 Теперь после ферзь h8 шах король f7 Ферзь h7 король f6 Здесь белые побеждали ходом g4 Надо сказать довольно несложным С угрозой просто g5 шах На ферзь f4 играем ферзь d3 Никуда не пускаем пешку черных А сами хотим надвигать пешки И здесь белые быстро побеждали Но после хода король f6 шахриерма медьяров Вернее не шахриерма медьяров, а линьер домингес Не находит выигрывающие это продолжение А играет ферзь b7 И тут уже шахриерма медьяров Находит ход Первую линию компьютера Ход ферзь e1 Ход, который спасает черных Что теперь делать? Угрожает просто Вечный шах Там по полям e6 И пешка еще пойдет После этого на поле b3 Выясняется, что ловушка Белые не могут забирать пешку на поле c6 С шахом, поскольку после ферзь e6 Форсировано размениваются ферзи И проходную пешку черных Никто уже остановить не в состоянии После ферзь e6 король e6 Побеждают не белые У которых три лишних пешки А черные Вот такая вот ирония судьбы После ферзь e1 h5 играет линьер домингес Ну и теперь шахриерма медьяров Просто объявляет вечный шах После ферзь e6 шах Король h4 Играют белые И следует шах с поля c4 f4 И ферзь d5 Еще один очень точный ход Угрожает ферзь h1 С вечным шахом Белые забирают пешку на поле b4 Фактически соглашаясь на ничью Ну и вот таким образом Черные спасли Проигранную для себя позицию На 85 ходу Соперники Вынужденно согласились на ничью Ввиду вечного шаха Вот такая вот интереснейшая партия Несмотря на то, что Партия закончилась ничью Конечно, характер борьбы Здесь был очень боевой Ну и Щит оказался здесь крепче мяча Поэтому Партия победителя Не выявила Идем дальше Белыми играл Ливон Аронян Черными играл Ян Непомнящий В этой партии Белыми фигурами Играл Ливон Аронян Ян Непомнящий Как обычно Разыграл русскую партию Дебют которой Служит ему верой и правдой Ну или защита Петрова Еще можно ее назвать После ладья е1 Слон f5 Ферзь c2 Слон g6 c5 Играет Ливон Аронян Запирая ферзевый фланг После слон c7 Вот здесь Ливон Аронян Уже допускает ошибку За 10 секунд Сыграв конь d2 И выясняется Что этот ход Очень неудачен А чтобы понять Почему этот ход неудачен Давайте Покажу что сильнейшее Было сыграть Конь c3 И теперь на f5 Если бы черные Сыграли так как в партии Тогда уже ферзь b3 Атакована пешка На поле b7 И тут ход ладья f7 Который вроде бы Защищает косвенно Пешку на поле b7 Поскольку будет Слон бьет h2 шах Со вскрытым ударом Здесь уже наталкивается На очень мощный ход Конь g5 И после конь бьет g5 Слон бьет g5 Ферзь бьет g5 Ладья e8 Шах Не сразу конечно же Ферзь бьет b7 Поскольку черные съедят Пешку И заберут у нас ферзя А сначала шах И после ладья f8 Меняемся на f8 И затем уже забираем На b7 И здесь уже белые Побеждают Поскольку висит ладья Висит слон Ну и король у черных Еще вдобавок Довольно слабый Теперь понимаете Да разницу Что после хода Слон c7 Конь d2 Сыграл его на ронян И теперь как вы понимаете Нет у него вот этой идеи С ходом конь g5 Я не помню Еще сыграл f5 После ферзь b3 Ладья f7 Все то же самое Но нету хода Конь g5 Который давал перевес Белым В случае хода Конь c3 А теперь После слон c2 H6 Черные не пускают Коня на поле g5 Ни в одном из вариантов Конь f1 А5 И у черных Уже позиция просто лучше А4 Конь h6 Ни в один момент Нельзя забирать пешку На поле b7 Из-за удара На h2 Слон d2 Слон h5 Водя d1 Ферзь f6 Конь g3 Слон бьет f3 Ферзь бьет f3 Слон бьет g3 hg И после ферзь бьет d4 Ян непомнящий Выигрывает пешку Слон бьет a5 Ферзь бьет b2 Лишняя пешка у черных И огромные шансы на победу Поскольку теряется еще пешка На поле c5 Водя e2 Конь бьет c5 Не боясь никаких призраков Поскольку на взятии На поле e4 Черные возьмут пешкой И нападут на ферзя Одновременно Слон e1 Ферзь f6 a5 Водя d8 Слон b1 Водя d7 После ферзь a3 d4 Давайте подведем итог У черных Сейчас как мы видим Две лишних пешки У белых Единственная радость Это то, что у них Два слона И позиция довольно открыта Слон b4 Конь a6 Слон e1 Ну и вот здесь Ян непомнящий Снова поторопился В хорошей для себя позиции С огромными шансами На победу После точного хода Конь c7 С угрозой перевести Коня на поле b5 Здесь После ферзь b3 Шах Король h8 Выясняется, что Пешку на поле b7 Брать белые не могут Слон бьет e4 Они должны играть И отыгрывать пешку На поле e4 Если забираем на поле b7 То ловим просто ферзя Конь b5 Ферзь a6 Конь c5 Ферзь b7 Значит ферзь b6 Ну и после коня a4 Ферзь a6 Ладья a7 Ферзя поймали Черные И здесь белые Проигрывают Итак Король h8 Слон бьет e4 Fe Ладья бьет e4 Но тогда конь b5 И у черных Сохраняются большие шансы На победу Поскольку у них Все-таки Лишняя пешка И позиция Очень хорошая Итак Слон e1 c5 Ошибка Со стороны яна Непомнящего Которая позволяет Ливону Роняну Продолжать бороться g4 g6 Ферзь c1 И тут уже Ян Непомнящий Допускает Еще одну ошибку Играя король g7 И теперь позиция белых Уже даже с перевесом Несмотря на то Что сейчас у белых Не хватает двух пешек Всему виной Вот эти два товарища Два слона Здесь вместо хода Король g7 Защищающего Пешку на поле h6 Надо было найти На самом деле Конечно тонкий Ход конь c7 Выясняется Что взятие на поле h6 Ни к чему не приводит Потому что черные захватывают Вертикаль h Ходом ладья h7 На слон d3 Конь e6 gf gf Слон c4 Король h7 Ну и теперь После слон e6 Ферзь e6 f3 Это не выигрыш фигуры Поскольку есть ход Ферзь h6 С нападением на ладью Ладья b2 Тогда конь g5 Ну и после ферзь бьет c5 Белые отыгрывают Одну пешку Ферзь g6 С угрозой конь бьет f3 шах Король f1 И здесь пешка Еще на поле d4 Становится слабой У черных И оценка позиции Уже просто примерное Равенство Итак Король g7 gf gf Но вот в этой позиции Также ошибается И ливон аронян Позиция довольно сложная Ладья d3 Он играет Надо было все-таки Бить на поле e4 И после fe Ладья бьет e4 У белых Был простой план Они ставят пешку На поле f3 Затем слона Выводят на поле g3 И ладья идет на поле g4 С шахом И здесь на самом деле Выясняется Что король у черных Довольно слабый Итак gf Ладья d3 Ладья e7 Ладья f3 Ладья e8 Ладья бьет e4 Играет ли его нароня Но это всего лишь Разменная операция Ладья бьет e4 Слон бьет e4 Ладья бьет e4 Слон d2 И после ферзь e6 Ферзь b1 Белые нападают На пешку На поле b7 Ферзь d5 Ладья h3 Напали на h6 Ладья e6 И вот в этой позиции Проходит мимо Уравнивающего продолжения Ливон Ронян Играя ферзь c1 И снова позиция черных Становится выигранной Здесь Ладья b3 Приводила к четкому равенству Атакована пешка На поле b7 Если играть Конь b4 То мы просто забираем Надо играть Ладья e7 Но тогда такой тонкий ход Как ладья b6 Атакована пешка На поле h6 Слоном и ладьей А если Ладья защищается То есть ладья защищает пешку То теряется пешка На поле b7 Так или иначе Но здесь у белых Были отличнейшие шансы На уравнение Итак Ферзь c1 Играет Ливон Ронян Нападая на пешку На поле h6 Но ладья g6 Никого эта пешка не волнует Черный переходит в атаку Висит мат на поле g2 Слон бьет h6 Шах И в этой позиции Ян непомнящий тоже ошибается Играя король f6 Но здесь действительно Позиция очень сложная Король f7 Было точнее намного И на g3 Конь c7 Затем конь идет на поле e6 Черный стабилизирует позицию И получает Хорошие шансы на победу Ввиду Мощных пешек Проходных По центру Итак Король f6 f3 Это последняя Решающая ошибка Со стороны Ливона Роняна Которая уже Проигрывает партию 100% g3 Можно было сыграть На конь c7 Ферзь f4 Конь e6 Ферзь b8 И теперь d3 И тут очень интересные Варианты возникают Слон d2 Белые хотят Объявить шах На поле c3 Король у черных На поле f6 Довольно уязвим Но правда пока он Прикрыт конем С полей e6 Ферзь b3 a6 То есть Ну для чего Ферзь b3 Значит играют черные Поскольку грозил Ход слон c3 Это крайне неприятный ответ Ферзь b3 Не даем пойти Слону на поле c3 И угрожаем вроде бы Шахом на поле d1 Выиграть фигуру Но a6 И белые пользуются связкой Тут уже действительно Варианты компьютерные Очень сложные Ферзь d1 Король g2 Ферзь бьет d2 Черные Выигрывают фигуру И угрожают Ходом кони f4 Шах Но тут после ферзь h8 Шах Ладья g7 Ладья h6 Шах Король e5 Ладья бьет e6 Играют белые И после король бьет e6 a7 И выясняется Что белые просто Хотят поставить ферзя У черных здесь есть Несколько способов Но все они Достаточно Только лишь для Ничьей То есть можно Пожертвовать ферзя Там увести ферзя На поле a2 Тогда белые поставят ферзя И получится Ферзь И две пешки Против ладьи И четырех пешек Которые очень Далеко продвинуты Еще и проходные Черные при правильной игре Здесь должны сделать Без проблем ничью Но черные могут Сразу же сделать ничью Ударом ладья бьет g3 Вот таким вот ударом Просто форсировать Ничью Вечным шахом И тут Получается просто Вечный шах И партия заканчивается Итак f3 Допускает Ливон Ронян Очень серьезную ошибку Конь c7 Теперь черные Стабилизируют позицию Ферзь f4 Конь e6 Ферзь b8 Вроде бы все то же самое Но тут ферзь a2 И выясняется Ошибка Хода f3 Висит мат На поле g2 Шаха ни одного Значит Черному королю нет Ну опасного шаха там На шах на поле h8 Можно уйти на поле f7 И на шах с поля h7 Можно закрыться конем И все равно будет висеть мат g4 Ну давайте как раз Вот этот вариант посмотрим Который я вам рассказал Ферзь h8 Король f7 Ферзь h7 Конь g7 Висит мат g3 Тогда ферзь бьет a5 Черные спокойно съедают пешку Ну и после слон бьет g7 Ферзь e1 Шах Король g2 Ферзь d2 Король g1 Ферзь c1 Король g2 Ферзь c2 Вот таким вот образом Черные лесенкой Дают шахи И защищают пешку На поле f5 И после король g1 Забирают пешку Вернее слона на поле g7 Теперь нету Взятия на поле f5 С шахом А после ферзь h5 Король e7 Ферзь h4 Король d7 Король убегает И здесь черные празднуют победу Поскольку они остаются С двумя лишними пешками Надо лишь только Аккуратненько стабилизировать позицию Угрожает уже ладья e7 С угрозой ладья e1 мат Король у белых Намного слабее Нежели король черных И здесь черные должны победить Итак g4 Играет Ливон Аронян После fg Я не помню еще ничего не боится Ферзь h8 Король f7 Ладья g3 Ферзь b1 Король h2 Ферзь c2 Король h1 Ферзь d1 Король h2 Ферзь e2 Шах Ладья g2 И тут просто g3 Играет Я непомнящий Загоняя короля На поле h3 И ходом ферзь f1 Решающая связка Угрожает просто мат В два хода Ферзь h1 Шах Ладья h2 И ферзь бьет h2 Мат И спасения у белых нет Здесь белые сдались Могло последовать Ферзь h7 Шах Тогда черные закрываются Конем Шах И заканчиваются Поскольку на взятие Следует как раз таки Вот этот самый Неизбежный мат В два хода Вот такая вот тоже Очень получилась Интереснейшая Боевая партия Где Оба соперника Ошибались Играли довольно неточно Но партия Получилась очень яркая Удача здесь улыбнулась Именно Яну непомнящему Шахматисту Который выступает Под нейтральным флагом Ну а Ливон Аронян Потерпел Поражение Идем дальше Белыми играл Али Рыза Ферруджи Черными играл Уэсли Со В этой партии Белые фигуры Принадлежали Более молодому Французскому Шахматисту Али Рыза Ферруджи После d6 c3 Рокировка h3 Вроде бы Ничто не предвещало беды Разыграна Итальянская партия Спокойный вариант Тишайшая итальянка h6 Обе стороны Делают форточку Ладья e1 a6 a4 a5 Конь d2 Слон e6 После b3 Ладья e8 Слон b2 Белые спокойно Продолжают развиваться А черный наносит Контурдар по центру Ходом d5 Слон b5 d e И вот в этой позиции Али Рыза Ферруджи Уже допускает Довольно серьезную ошибку Играя d e Казалось бы Берем пешкой И что здесь может быть плохого Но Правильно здесь забирать Именно конем После конь e4 Ладья бьет e4 Белые надавливают На пешку на поле e5 Хотят забрать на поле c6 И съесть пешку Слон d5 Слон бьет c6 bc Ладья бьет e5 Ладья бьет e5 Конь бьет e5 И тут ферз g5 Играют черные Нападая на коня И на мат Конь f3 Слон бьет f3 Ферз бьет f3 И ферз d2 Показываю вам просто анализ У черных здесь инициатива Слон атакован И единственный ход Чтобы здесь не проиграть Это ход ладья f1 У белых Выясняется что Если забираем На поле b2 То после ферз бьет c6 Будет двойной удар На слона И на ладью И у белых здесь фигуру не проигрывают Поэтому слон d6 Самое точное Теперь белые забирают пешку На поле c6 Нападая на ладью Но ладья b8 Нападая на b3 Слон c1 Ферз бьет d3 И после b4 Аб Аб Значит Аб Цб Ладья бьет b4 Ферз e8 Шах Слон f8 Слон e3 Позиция разгружается И получается Примерное равенство Ну и сейчас главное Не зевнуть Угрозу Слон c5 Со стороны белых А так позиция получается Абсолютно равной Пешек поровну Вскоре надо соглашаться На ничью Итак После d1 Алироза Ферруджа Сыграл d1 Последовал Очень точный ответ Конь h5 От уэсли со Конь c4 Еще одна ошибка От Алирозы Ферруджи Он атакует Пешку на поле Е5 И предлагает Размен ферзей Ферз f6 Слон бьет c6 bc И забирает Ферруджа Пешку на поле Е5 После конь бьет Е5 Получая страшные силы Контрудар Слон бьет h3 И позиция белого Короля начинает Трещать Конь d3 Пытается Алироза Ферруджа Собрать свои Фигуры Ну выясняется Что взятие на поле H3 И после конь бьет Е5 Черные не забирают На поле Е5 А просто объявляют Мат в два хода Ферзь бьет f2 Шах И конь g3 Мат Итак Слон бьет h3 Конь d3 Напали на слона Висит слон Ферзь g6 Грозим матом Но ферзь g6 Выясняется Что это неточность Очень сильно Было Вадя d8 Завязывая Коня Теперь Как ходить Проблема в том Что на взятие Будет еще Очень неприятный Ход конь f4 С Атакой коня И угрозой Ферзь g6 С матом В несколько ходов Конь d4 Единственный вроде бы Ход Перекрываем слона Но тогда Ферзь g6 Снова грозим матом Ферзь f3 Слон g4 Ферзь e3 Слон b6 И здесь позиция Черных лучше Несмотря на то Что сейчас Материальное равенство На доске Ферзь Как мы видим Попадает Под неприятельский Взор ладьи Где-то можно Ходом f5 Протаранить Белых Слоны У черных Очень активные И здесь Как показывает анализ У черных Сохранялся перевес Итак Ферзь g6 Конь h4 Напали на ферзя Ферзь g5 Конь бьет c5 После ферзь Бьет h4 gh Ферзь g5 Шах Ферзь g4 Ферзь бьет c5 Черные Отыграли материал Ну и вот здесь После c4 Наступает Самый что ни на есть Критический момент В партии Здесь Уэсли со Должен уже был На самом деле Трубить отбой Поскольку позиция Черных Уже вовсе не лучше Белые Значит черные Допустили Несколько неточностей И здесь Вместо хода Ладья b8 Как сыграл Уэсли со Ход который Практически Проигрывает партию Здесь Надо было Просто сыграть Ферзь g5 Не мудрствуя Лукаво Разменять Ферзей После короля f1 Ферзь бьет g4 hg Конь f4 Угрожает Конь d3 Ладья e3 Тогда ладья b8 Прицеливаемся К пешке Ну и после Ладья b1 Ладья b7 Слон c3 Ладья a8 Слон d2 Конь e6 Получается вот такая Вот примерная позиция Где материалы Поровну Черные хотят сыграть C5 И вонзить коня На поле d4 Тут даже за черных Играть Поприятнее Но Правда Объективный Значит Исход позиции То есть Объективный исход борьбы Здесь Конечно же ничья Поскольку Белый не допустит Появления коня На поле d4 Они его разменяют На слона И получится Водейное окончание Которое как известно Не выигрывается Итак Ладья b8 Играет Веслисо И тут e5 Находит очень сильный Ответ Алиэрозафи Руджа И выясняется Что Черные заигрались Конь на поле h5 Теперь атакован И отрезан И ход g6 Который сделал Веслисо Самый логичный Вроде бы ход Защищаем коня Выясняется Что этот ход Проигрывает партию Тут уже Просто Надо было проявить Очень Как это сказать Мощное понимание Позиции И найти Нечеловеческий ресурс После Ладья бьет b3 Слон d4 Ферзь бьет c4 Слон e3 Ферзь бьет g4 А g Тем не менее Выясняется Что конь ловится У черных Но после Ладья бьет e5 gh И ладья b4 Очень точный ответ Теперь после Ладья d1 Ладья g4 Шах Король f1 Ладья бьет h5 Получается Позиция Где У черных Сейчас целых Четыре пешки За слона Но правда Все пешки Слабые И фигура Здесь конечно же Белых старше После Король e2 Белые консолидируют Позицию Ладья e5 Ладья d7 h5 Ладья бьет c7 Ну и после h4 Как показывает Анализ Черные все-таки Могут Здесь Пытаться Спастись За счет того Что у них Продвинутые пешки Если ладья Отвлекается То черные Забирают пешку На поле a4 И таким образом Черные еще Держали равенство Но смотрите Что случилось После e5 Растерялся Уэслисо Сыграл g6 Вроде бы Белые были Сильнейшей стороной А вернее черные И тут После со на 3 Выясняется Что ферзь Атакован Уходить ему Можно на b6 Но тогда Следует прорыв Ходом e6 Вот чего Не заметил Уэслисо После этого Позиция Просто разваливается У черных c5 Поздно ef Король бьет f7 Ферзь d7 Шах Нельзя закрыться Ладьей Потому что белые Контролируют Поле e7 Король f8 И ферзь d5 Угрожает Слон бьет c5 С выигрышем ферзя Это конец Король g7 Слон бьет c5 Конь f6 Играет Уэслисо Возвращая коня Который заблудился На краю доски Но слишком поздно Слон бьет b6 Конь бьет d5 И после ладья бьет e8 Здесь Уэслисо Признал свое поражение Проблема в том Что после ладья бьет e8 Белые забирают пешку На поле a5 Конь атакован Коню уходить некуда Поскольку Будет взятие Еще и на поле c7 И здесь Позиция получается Уже Абсолютно выигранная У белых Вот так вот Али Розафи Руджа Очень тонко Перехитрил Американского Гроссмейстера Уэслисо Который лидировал На этом турнире И Просто Снял Лидера С пробега Идем дальше Белыми играл Ханс Мок Ниман Черными играл Фабиана Круана В этой партии Белыми играл Уже Скандально известный Американский Шахматист Ханс Мок Ниман Которого подозревают В нечестной игре И у людей Типа такое Обоснование Что вот сейчас Когда Стала задержка 15-ти минутная В трансляции Ханс Мок Ниман Стал проигрывать Партию За партией Но на самом деле Я читал твит От организаторов Которые сказали Что мы провели Тщательную проверку И не обнаружили Никаких признаков Нечестной игры Со стороны Какого-либо Участника Они конкретно Не говорили Про Нимана Хотя было понятно Что речь идет Именно о нем Так вот Организаторы сказали Что все было честно Что меры были усилены Что мы очень тщательно За этим следим И надеемся Что больше таких Эксцессов Как Выход Магнуса Карлсона Из турнира Вот так вот он Громко хлопнул дверью Когда проиграл Казалось бы Аутсайдеру Что таких Значит Больше не будут Пытаться организаторы Допустить Вот именно таких Эксцессов Итак Давайте вернемся К партии После Д4 Разыгран английское начало Слон А7 Конь С3 Конь Д7 Б4 Белый накатывает пешки На ферзевом фланге Конь Ф6 Слон Б2 Рокировка Слон Е2 ЕД Конь бьет Д4 Конь Е5 Х3 Водя Е8 Рокировка И белый и черный Получают примерно Равную позицию Слон Д7 Ферзь Д2 Слон Б6 Водя Д1 После АБ АБ Ферзь С8 Ф4 Конь Ж6 Король Х2 С5 Играет Фабиана Круана БЦ Ферзь бьет С5 Ж4 Ханс Мук Ниман Опять же Тяготеет К именно к открытой игре И не боится двигать пешки От собственного короля Слон А5 Связка Ферзь Д3 Слон бьет С3 Ферзь бьет С3 Конь Е4 Ферзь Д3 И вот после Ферзь Б4 Наступает критический момент В партии Черный напали на Слона И белые Здесь сыграли Водя Б1 И просто Подставились под вилку Ходом Конь Д2 Удивительный зевок Со стороны Ханса Мук Нимана Который действительно Возникают После этого Вопросы А не Действительно Не Читилил Леон В каких-либо Партиях Ну потому что Предположить то что Ханс Мук Ниман Который Уже практически Играет на 2700 Мог Зевнуть Вот такую Вот вилку А Водя на поле Ф1 Берется с шахом На беду Белых Ну и действительно Было довольно тяжело В то время как Простой ход Ладья А1 Приводил К равенству Проблема то в чем Что на взятии На поле Б2 Белые просто Забирают На поле А8 Отвлекая ладью И забирая ферзем Коня на поле Е4 Белые отыгрывают Фигуру И позиция Получается Равной После хода Ладья А1 Если черные Забирают на поле А1 То белые Просто забирают Слоном Уходят из-под удара И снова Позиция получается Примерно равной Итак Ладья Б1 Грубая ошибка Со стороны Ханса Мок Нимана Он подставляется Под вилку Которую Фабиан Акруана И объявил Слон c3 Двойной удар Но После Конь бьет f1 Слон бьет f1 Остался без качества Ханс Мок Ниман Ладья А2 Шах Король g1 Ферзь а4 Ладья бьет b7 Ну может быть Ханс Мок Ниман Все рассчитал Вот так вот гениально И понял Что реализовать Лишнее качество Черным здесь Будет чрезвычайно тяжело И действительно Пока До победы Здесь очень далеко Конь h4 Слон b2 Ферзь а8 Ферзь b3 Ладья а7 Выгоняя активную ладью Ладья бьет а7 Ферзь бьет а7 И после Ферзь c3 f6 Фабиана Круана Не зевает Никакие Угрозы мата Потенциальные В один ход Ферзь d2 Играет Ханс Мок Ниман И тут Фабиана Круана Проводит великолепную Разменную комбинацию Играя ферзь Бьет d4 Имея ввиду То что ферзь В любом случае Отыграется После вилки На поле f3 Ферзь бьет d4 Конь f3 Шах Король f2 Конь бьет d4 Слон бьет d4 И получается Окончание С лишним Качеством У черных И шансами На победу Слон g2 Пока Белый пользуется Тактикой Нельзя забирать На c4 Ввиду шаха Король f8 Слон d5 Пешка надежно Защищена И белый Централизовали фигуры На самом деле Выясняется В анализе Что эта позиция Близка К ничейной То есть белые При идеально точной Компьютерной игре Должны удержать равенство И я вам покажу Все варианты Естественно Король e7 f5 Слон a4 Король e2 Слон b3 Король d3 Белый пока держит Все свое хозяйство Слон a2 Слон a7 Слон b3 Король d4 h5 Фабиана Курана Пытается открыть Второй фронт gh Вадя h8 Слон f3 Слон c2 Напали на пешку На поле f5 Слон g4 Но пока белые Все держат Вадя a8 Слон b6 Вадя a3 c5 И после Вадя d3 Шах Вот здесь наступает Критический момент В партии Здесь Ханс Мукниман Не угадал Куда отступать Королем Он сыграл Король c4 И этот ход Проигрывает партию А к ничьей Приводил ход Король e4 Вот так вот Неожиданно Можно встать Под скрытый шах Но выясняется Но выясняется Что никаких Опасных Отпрыгов Вади У черных Попросту нет На d5 Играем Король f4 Вадя c3 Тогда слон a5 Нельзя забирать Пешку на поле c5 Из-за хода Слон b4 И связка Вадя c4 Шах Король g3 После слон e4 Слон b6 Просто получается Крепость Выясняется Что никоим образом Черные не могут Усилить позицию Здесь уже У белых Полный материальный Эквивалент У них Слон и две пешки За ладью И позиция равная Итак Вадя d3 Король c4 Ошибка Теперь И dc Играет фабиана Круана И это тоже Грубая ошибка Фабиана Круана Проходит мимо Выигрывающего Продолжения Д5 шах И на король b5 Вадя b3 Отогнали короля На король c6 Слон e4 Единственный Точный ход Надо было сделать И здесь черные Побеждают Пешка на поле e3 отваливается Король c7 Вадя бьет e3 c6 Просто Вадя c3 И выясняется Что следующим Ходом d4 Черные Неизбежно Отъедят пешку На поле c6 Белые Никоим образом Не могут Как-то ее Продвинуть На король b7 Все равно следует d4 И пешка На поле c6 Будет потеряна А в этом случае Уже позиция Будет проиграна Поскольку черные Доберутся еще и До пешки На поле f5 Слабой У белых Слон e2 Тогда d4 На слон b5 Белые пробуют Последний шанс Чтобы защитить Пешку И пытаться Ее как-то Продвинуть Но ничего Не получается d3 Слон e3 Вадя c2 И черные Побеждают Поскольку Следующий ход d2 Итак dc Играет Фабиана Круана Этот ход Выпускает победу Слон bc5 Шах Король f7 Но здесь Дог путежом Красен Ханс Мок Нимон Тоже Делает неточность Играя слон d4 К ничей Приводил ход Слон f3 С угрозой Шаха на поле d5 Вадя d2 Слон d5 Шах Король e8 e4 После вадя h2 Вроде бы Черные Добираются До пешек Но получается Ничья Поскольку После слон c6 Шах Либо Черные Топчутся Королем На полях f7 e8 И получается Ничья Вечным шахом Либо Если король Уходит на поле d8 То белые Сразу же Нападают На пешки И здесь Уже точно Ничья Тут еще Черные Должны быть Точными Чтобы сделать Эту ничью После вадя Бьет h3 Слон бьет g7 Еще атакована Пешка на поле f6 Ну и после Король e7 e5 Здесь уже Все разгружается Все упрощается И партия Заканчивается В ничью Итак Король f7 Слон d4 Играет Хансмок Ниман Ошибка Вадя a3 Слон c3 Еще одна ошибка Которая Проигрывает партию Слон c5 Можно было еще сыграть Напасть на ладью Ладья a1 Слон d6 И после Ладья f1 Слон f4 Вот такое вот Перекрытие Значит Выручает белых Здесь Ладья Как мы видим Атаковала пешку На поле f5 От слона И ладьи А белые А белые перекрываются Вот так вот Слоном И опять же Эта позиция Получается Просто крепость После ладья a3 Слон c3 Допускает ошибку Хансмок Ниман И теперь уже Спасения нет Поскольку После слон e4 Король d4 Ладья a4 Шах Король c5 Слон c2 Так или иначе Но Черные добираются До Пешки на поле f5 Слон b4 Ладья a1 И не успевают Как в том варианте Как я вам показал Когда Белые должны перекрыться На поле f4 Здесь белые Этого сделать не успевают Поскольку король Неудачно стоит На поле c5 После король d4 Ладья a1 Слон e2 Наступает Еще один Момент в партии Здесь Фабиана Круана Торопится И забирает пешку На поле f5 Что опять же Очень серьезно Выпускает Весь перевес То есть просто больше Теперь уже нет победы У черных А к победе Приводил ход Ладья b1 Сначала нужно было Напасть на слона И после слона d6 Уже спокойно Забирать пешку На поле f5 Именно слоном Чтобы пешка На поле h3 Висела И теперь После h4 Черные уже Могут играть Ладья h1 С прицелом К пешке На поле h4 Ну и здесь Постепенно Должны Значит белые Проиграть Итак Слон e2 Ладья bf5 Поторопился Фабиана Круана Слон d6 Слон b3 Ну и здесь Ханс Мукниман Допускает еще одну ошибку Играя Слон f4 Все еще По прежнему Мне кажется Стояла крепость После e4 Ладья a5 И слон g4 Все пешки На одном фланге И выиграть Эту позицию Черным Было бы Чрезвычайно Трудно А Скорее всего Просто Невозможно Итак Слон b3 Слон f4 Играет Ханс Мукниман Ладья a5 H4 Король g8 H6 После g6 Черные сохраняют Как можно больше фигур Слон c7 Ладья d5 Шах И король c3 Финальная Ошибка Которая сразу же Проигрывает партию Поскольку Черные Разменивают Значит Слона Чернопольного И остаются С чистым Лишним качеством Ладья Против слона Позиция теперь Уже безнадежная Ну На самом деле Выясняется Что и ход Король Значит Е4 Также в анализе Проигрывал Но здесь все-таки Белые еще могли Худо-бедно Как-то Барахтаться Хотя По идее Все равно Постепенно Здесь черные Должны были Одержать победу На каких-то тонких Цукцвангах Ну давайте уж Не будем на этом Останавливаться Король c3 Играет Ханс Мукниман И после Ладья c5 Шах Все заканчивается Король бьет b3 Ладья бьет c7 Теперь план очень простой Значит Черные подходят к пешке И ее съедают Слон d3 f5 h5 gh Слон бьет f5 h4 После е4 Ладья c5 Никакой крепости Не получается Поскольку черные Грозят взять Слона на поле f5 И продвинуть пешку Поскольку Король белых Не в квадрате Ну а если Слон уходит Куда-то То тогда пешка Идет на поле h3 Если слон уходит На поле g4 То тогда король Идет на поле h7 И теряется пешка На поле h6 Позиция безнадежная И на 69 Ханнс Мукниман Признал свое Поражение И таким образом Ханнс Мукниман Еще раз Проиграл После того Как В его адрес Было Обвинение В читерстве Ну не знаю Уж так ли Сахпало Или действительно Ханнс Мукниман Играл нечестно Я лично Склоняюсь К тому мнению Что Ну я уже Высказывался В предыдущем ролике Что Ни пойман Ни вор Хотя конечно Много в игре Ханнс Мукнимана Странного Выделяются На общем фоне Его игры Партии С Шахриером Мамедьяровым Которую он Великолепно провел Сыграв с ним Белыми Ну и конечно С чемпионом мира Магнусом Карлсоном Они вот прям Очень четко Выделяются Среди Остальных Партий Этого Американского Шахматиста А вы как думаете Друзья Пишите В комментариях Ну а мы с вами Посмотрели все партии Обзор сегодня Получился довольно Долгий Поскольку Целых три Партии Закончились Результативно Сейчас на экране Вы видите Результаты Участников И также Турнирное положение Которое становится Уже Совершенно Непредсказуемым Поскольку Уэсли Со Который до этого Лидировал на турнире И занимал первое место Оказался отброшен На четвертое А С первого по третье место Делят такие Шахматисты Как Ян Непомнящий Фабиана Круана И Алирыза Феруджа И вот такое вот Троевластие У нас воцарилось На турнире Перед последним Завтрашним Девятым Туром Друзья Как вы думаете Кто победит На этом супер турнире Пишите также ваши Мысли Об этом В комментариях Ну а у меня на сегодня Все Друзья Если Видео вам понравилось То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажав на красную кнопку Подписаться Внизу этого ролика Сделайте ее серенькой Или же дождитесь Конечной заставки И щелкните на Изображение Фигурного коня Который появится Прямо посередине Этого Видео Также для вашего удобства Если вы щелкните По левой конечной заставке То вы увидите Обзор Предыдущего тура Или же алгоритмы Ютуба Подберут специально Для вас Какое-нибудь Интересное видео На моем канале Справа же будет Обзор Следующего тура Или также Алгоритм Ютуба Подберет Для вас что-то Интересное И полезное Все сделано Для вашего удобства Таким образом Чтобы вы не пропустили Ничего И посмотрели Весь турнир Кубок Синкфилда Целиком Для вас работал Олег Саламаха Пишите комментарии Ставьте Оценки Лайки Подписывайтесь На канал Делитесь этим видео То есть Репостите В общем Проявляйте Активность Благодарю вас За внимание Увидимся с вами На обзоре Следующего тура Или же Следующего Супер турнира Счастливо Счастливо